Нам не страшен омикрон. На заседании оперштаба участники обсудили готовность медицинских учреждений региона к возможной новой волне коронавирусной инфекции и появлению штамма омикрон. Пока эта разновидность вируса на территории Ненецкого округа не была зарегистрирована. Ольга Русл продолжит. Новогодние каникулы в Ненецком округе прошли спокойно в эпидемическом плане. В статистике даже отмечалось значительное снижение количества заболевших. В иные дни случаи заражения коронавирусом просто не фиксировались. Причиной тому главный санитарный врач назвал то, что жители реже обращались за медицинской помощью. А лаборатория в праздничные дни не делала тесты. Новогодние праздники у нас прошли в достаточно спокойном режиме. Всего за 10 дней выявлено было 14 положительных больных. Но опять же мы связываем с тем, что люди не обращались. И плюс показатель тестирования в регионе был снижен почти в 2 раза от нормы. То есть норма у нас 300 на 100 тысяч населения. А в праздники в определенные дни лаборатория не делала вообще. И этот показатель средненедельный был у нас всего в районе 100. С понедельника, когда все активно должны были выходить на работу, понятно, что все стали обращаться за медицинской помощью. С начала рабочей недели ситуация изменилась. Появились новые заболевшие. Правда, пока, по словам главного санитарного врача, в регионе регистрируется только уже знакомый медикам вид вируса Дельта-Штам. Случаев заболевания микронам в округе нет. Сегодня у нас очередная партия анализов уходит на сиклинирование. Санкт-Петербург мы еженедельно отправляем. И к концу недели у нас будут результаты. Ну, а микрон уже активно ходит по большим городам. Его выявляют уже с потока, а не только тех, кто прилетел из других стран. То есть Москва, Санкт-Петербург. Несмотря на ожидаемое вторжение опасного штамма вируса, система здравоохранения региона готова встретить его достойно. Сейчас на Ренмаре развернуто 39 коек, на которых размещается 12 человек. Четверо из них в реанимационном отделении. Амбулаторное лечение от коронавируса получают 59 человек. В случае необходимости готовы развернуть дополнительные койки. Система здравоохранения готова к новой волне. Но все равно хочется обратить внимание наших жителей, что вакцинация, которая у нас проводится, она считается эффективной. И по тем исследованиям, которые проводят коллеги, спутник ВВИ дает хороший эффект, в том числе против нового штамма этой инфекции. Кроме того, руководитель профильного департамента отметила, что с начала года в регионе снизился уровень коллективного иммунитета с 70 до 67%. Это связано с тем, что многим необходимо пройти повторную вакцинацию. А это более 10 тысяч человек. Кроме того, глава региона отметил, что исходя из полученной информации, пост эпид-контроля, установленный в аэропорту Нарьинмара, приносит результат. Поэтому снимать его не будут. С учетом той статистики, которую сейчас нам рассказали, вот из 8 человек 5 – это привозной ковид. То есть это прилетел к нам. То есть получается, что тот пост, который мы по-прежнему держим в аэропорту, он абсолютно оправдан и снимать его рано. Так я понимаю, Елена Степановна. Да. То есть большинство заболевших мы вылавливаем по прилету. В конце совещания собравшиеся отметили, что пока до выявления нового штамма коронавируса ужесточение мер противоэпидемической безопасности в регионе не планируется. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова